До какой температуры нагреется вода объемом 0,8 литра, находящаяся в медном калориметре массой 700 грамм, имеющей температуру 12 градусов по Цельсию, если впустить в калориметр водяной пар массой 50 грамм при температуре 100 градусов по Цельсию? Для начала запишем дано. Объем воды равен 0,8 литра. Переведем С в метры кубические. Это 8 на 10 минус 4 метров в кубе. Сразу напишем плотность воды. Это 10 в третьей килограмм на метр в кубе. Это табличная величина. Масса медного калориметра равна 700 грамм. Переведем С в килограмм. Это 0,7 килограмм. Начальная температура меди. Это 12 градусов по Цельсию. Масса пара равна 50 грамм. Переведем С в килограмм. Это 5 на 10 минус 2 килограмм. Удельная теплоемкость воды. Это 4200 джоуль на килограмм и градус Цельсия. Это табличная величина. Удельная теплоемкость меди. Это 380 джоуль на килограмм и градус Цельсия. Также это табличная величина. И удельная теплота преобразования равна 2,3 на 10 в шестой джоуль на килограмм. Также это табличная влечена. В задании нас просят найти конечную температуру. Тета, температура теплового баланса, неизвестна. Для начала нарисуем график изменения температуры от времени для пара, воды и меди. Напишем формулу, которая нам необходима для решения данной задачи. Количество тепла при конденсации, это удельная теплота преобразования на массу вещества. Также напишем количество тепла при нагревании или охлаждении, это удельная теплоемкость вещества на массу вещества на изменение температуры, на дельта Т. Эти формулы необходимо знать. Из-за слоя мы можем сделать следующий вывод, что потерь тепла на окружающей среде у нас нет. Значит мы можем решать через q1 равняется q полученное. Рассмотрим q1. q1 – это количество тепла, которое отдаст пар. Пар у нас вначале конденсируется, а далее он охлаждается. Или q1 будет равняться q конденсации, это удельная теплота преобразования, умножить на массу пара плюс количество тепла, которое пар отдаст после конденсации на охлаждение. Это удельная теплоемкость воды на массу пара на изменение температуры. Т пара минус конечная температура теплового баланса θ. Рассмотрим q полученное. q полученное – это количество тепла, которое у нас получает вода при нагревании, плюс количество тепла, которое у нас получает медь в результате нагревания. Преобразуем. Тогда у нас получается q воды – это удельная теплоемкость воды на массу воды на изменение температуры. Температура теплового баланса минус t меди, так как вода и медь находятся при одной и той же температуре. Плюс количество тепла, которое получит медь. Это c меди, масса меди на изменение температуры. θ минус t меди. Преобразуем. Соберемся воедино. Подставим в ранее написанное выражение. q отданное равняется q полученное. Тогда у нас получается удельная теплота преобразования на массу пара плюс c воды масса пара на изменение температуры. t пара минус θ. Все это равняется. q полученное – это c воды масса воды на θ минус t меди. плюс c меди, масса меди на разницу температур. θ минус t меди. Задание нас просит найти конечную температуру. Она находится у нас в скобках. Следовательно, чтобы выразить ее, мы должны раскрыть скобки. Раскроем. Тогда у нас получается l умножить на массу пара плюс c воды масса пара t пара минус c воды масса пара θ. Все это равняется c воды масса воды θ минус c воды масса воды t меди плюс c меди масса меди θ минус c меди масса меди t меди. Следующее преобразование – это группировка. Перенесем слагаемое с θ вправо, а все остальное влево. Тогда у нас получается l умножить на массу пара плюс c воды масса пара t пара плюс c воды масса воды t меди плюс c меди масса меди на t меди. Все это равняется c воды масса воды θ плюс c меди масса меди θ и плюс c воды масса пара θ. Заметим, что в правой части мы можем вынести общий множитель температуры теплового баланса θ. Вынесем. Тогда у нас получается l умножить на массу пара плюс c воды масса пара t пара плюс c воды масса воды t меди плюс c меди масса меди t меди. Все это равняется θ умножить на скупку c воды масса воды плюс c меди масса меди плюс c воды масса пара. Выразим отсюда θ. Для этого левую часть надо разделить на множитель у θ. Тогда у нас получается, что конечная температура теплового баланса θ будет равняться l умножить на массу пара плюс c воды масса пара температура пара плюс c воды масса воды t меди плюс c меди масса пара. Также не забудем, что масса воды нам неизвестна, но мы ее можем найти по формуле. Плотность воды умножить на объем воды. Подставим нашу массу в ранее написанное выражение для θ. Тогда θ будет равняться l умножить на массу пара плюс c воды масса пара t пара плюс c воды плотность воды умноженная на объем. умножить на t меди плюс c меди умножить на массу меди на t меди. Знаменатель c воды умножить на массу воды плотность умноженная на объем. Плюс c меди масса меди плюс c воды масса пара. Теперь подставим сюда наше значение и найдем результат. Тогда у нас получается, что температура теплового баланса равняется. Посчитав, получаем, что температура теплового баланса равна 46 градусов по Цельсию. Запишем ответ. Температура теплового баланса равна 46 градусов по Цельсию. Задача решена. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить большие пальцы вверх. Субтитры создавал DimaTorzok